Три легких способа разориться. Самые быстрые скачки, самые приятные женщины и самый надежный Сельское хозяйство. Эруб Амхерст. Британский дипломат 19 века. В эфире юбилейный 200 выпуск программы «Имеем право». С вами постоянный автор и ведущий, журналист Николай Скрибец. Здравствуйте, дорогие друзья. По шутливому эпиграфу, авторство которого принадлежит британскому политику позапрошлого века, речь сегодня пойдет о сельском хозяйстве. В советские времена агропромышленный комплекс не только обеспечил продовольственную безопасность города-героя, но и снабжал своей продукцией югобережье. Увы, Союз приказал долго жить, а украинскую бытность сельское хозяйство Севастопольской зоны медленно, но неуклонно стало приходить в упадок. Половина активных хозяйствующих субъектов была распаевана, а говоря проще, растаскана. О снижении темпов сельскохозяйственного производства вообще можно сегодня и не упоминать. И все же именно с этой точки зрения, то есть возрождение былого, возвращение Севастополя в Россию было более чем актуальным. А безусловно, наиболее успешно в новых условиях продолжили свою деятельность хозяйства, которые сохранились с советских времен. Конечно, одним из решающих факторов их развития стала государственная поддержка, которая полностью отсутствовала в украинскую действительность. Золотая Балка, Качинский и ЗМВ, как и в прежние времена ВНО, стали бюжетообразующими в городе. Не так сладострастно обстоят дела с развитием мелкотоварного производства. У фермеров Севастополя проблем выше крыши. И это при том, что правительство города-героя уделяет этой сфере самое непосредственное внимание и финансовую поддержку. Что касается департамента сельского хозяйства, он был инициатором и вовлек нас в получение грантовой поддержки со стороны государства. В 2016 году мы ее получили. Получили полтора миллиона рублей. Освоили их в виде... Мы приобрели материальную базу примерно на миллион двести тысяч. И на триста тысяч закупили посадочный материал, чем мы пользуемся до сих пор. Участвует в сопровождении работы фермеров, слава богу, не только профильный департамент. Помощь необходимая ее получают от других ведомств. И в этом на личном опыте убедился пчеловод третьим поколений Виктор Алексеевич Зверев. Во-первых, очень хорошо я должен похвалить ветеринарную службу. Они очень внимательно относятся ко всем пчелам, пчеловодам и к пасекам. Очень внимательно. Предупреждают всевозможные какие-то неурядицы или то, что надо сделать пчеловоду, чтобы он не забыл. В департаменте сельскохозяйства тоже хорошо поступает. Они даже могут помогать пчеловодам. Есть такое положение в департаменте сельскохозяйства, что если фермер покупает какую-то продукцию пчеловодства, или даже пчел, или какие-то сопутствующие материалы, то департамент компенсирует как часть затрат этих приобретений. Впрочем, у каждого фермера есть свои специфические узкие места, свои проблемы. У Михаила Владимировича Шишкича, который занимается выращиванием земляники, садовой смородины, постоянная головная боль – вода для полива. Основная проблема, которая нас ждет в этом году – это вода. Объемы производства увеличились за последние два года. Потребность в воде – естественно. До недавнего времени мы выходили из положения, пользуясь водой из реки Бельбек, но получили предупреждение. Пока не получим разрешительные документы, мы не имеем права пользоваться забором воды. Поэтому мы пока обходимся водой из колодца. Но в ближайшее время, после того, как проведем основной вид весенних полевых работ, то есть приведем поле в порядок, первая ближайшая проблема, за которую мы возьмемся – это вода. Проблематика развития сельскохозяйственного сектора экономики города на самом деле моногранна. Среди коридных проблем фермеры называют следующее. Отсутствует нормальная правовая база, практически нет доступного кредитования, не включены севастопольские фермеры и федеральную комплексную программу развития сельских территорий, отсутствует и городская программа застройки их. Неудивительно, что эти проблемные вопросы не оставляют без внимания социально активные представители профессиональных сообществ, депутатского корпуса, заинтересованная общественность и партийные активисты. В течение этого года состоялись уже четыре таких обсуждений. Среди всего спектра первоочередных задач выделяется, в частности, обустройство сельских дорог. Партийный проект по циферизации дорог в сельских зонах проходит успешно. Я сам лично принимал участие в последнем заседании, видел, какая работа была проделана. Я считаю, эта работа очень правильной. Это работа, которая поможет будущим департаменту транспорта для разработки, для выделения бюджета, для ремонта таких дорог. Среди явных успехов в ремонте и строительстве городских дорог в селах ситуация несколько иная. Но и такой вид внутриквартальных дорог, сельских населенных пунктов не идет ни в какое сравнение с состоянием подъездных путей к фермерским хозяйствам. Наш участок, чтобы к нему добраться, нужно проехать 2,5 километра по грунтовой разбитой дороге. Учитывая, что клубничка, то, что мы называем землянику садовой, культура нежная, пока мы только до переезда ее довозим, до асфальтированной дороги, она уже потеряет свой вид товарный. Да, естественно, проблема дороги, она тоже существует и довольно-таки остро. Не могу разделить энтузиазм депутата законодательного собрания Вячеслава Камзолова в оценке состояния работы по обустройству сельских дорог, во всяком случае подъездных путей к фермерским хозяйствам. Так получилось, что мы начали снимать эту программу в начале лета, а завершаем в конце августа. И пока кардинальных изменений не увидели. Ну, кроме дороги разве что в Юхариной балке. Подтвердил этот наш посыл и поездки к фермеру Илье Ульянову. Дорога здесь требует одновременно и высокой проходимости транспорта, и мастерства водителя. И в этом мы убедились, что называется воочию. Одним словом, программа реконструкции дорог нужна, и она только в самом начале своего пути. Проведена инвентаризация уже в двух муниципальных округах. Это Орлиновский муниципальный округ и Верхнесадовский муниципальный округ. Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими ГБУ, с Евавтодором, в тесном сотрудничестве с Департаментом внутренней политики, который помогает и подсказывает, как правильно собрать ту или иную информацию. Сколько таких дорог предстоит обустроить в будущем, и сколько потребуется на этот средств, пока никто не знает. Очевидно, много. И все же коренная проблема сельскохозяйственного производства – земельные. Вопрос, будет ли у фермеров земля, вопрос для них жизни и смерти. Для многих не секрет, очевидный факт, что с украинских времен земли сельскохозяйственного назначения под разными предлогами выводятся из-за оборота. Их объемы тают на глазах, а без земли нет и производства. Орлиновскую и Варнаутскую долину иногда называют Крымской Швейцарией. Это утверждение недалеко от истины. Правда, при этом немногие, очевидно, знают о том, что они обладают еще одним бесценным и уникальным качеством. Это единственные в России круглогодичные пастбища. Вот только кому принадлежит сегодня этот бесценный капитал. Красавицы! Чьи это поля? Мортина, мортина, мортина карабанда! Но если серьезно, то фермеры опасаются, не постигнет ли их земли судьба распоеванных в 2007 году земельных участков совхоза имени Софьи Перовской. Здесь давно полномасштабно их застраивает и отнюдь не сельскохоз постройками. В борьбе за свои права, в том числе и на землю, 13 фермеров села Новобобровка объединились в орган самоорганизации населения. ТОСБАГа, так он называется, намерен отстаивать права крестьян на ведение сельского хозяйства и, в частности, животноводства. Но и в этом им нужна помощь, поддержка, если не прямое участие властей. И скот у нас, крупнорогатый скот, пасется на этих землях. Проблем пока еще никаких нет. Но не сегодня, завтра это все закончится. Как почему? Появятся частники, которые владеют этими землями. Они будут, естественно, обрабатывать эти земли, загородят. Нам негде пасти скот. Нам негде буквально. Действительно, фермерское движение нуждается в постоянном внимании и поддержке властей, о чем свидетельствует общероссийский опыт. Вот и правительством Севастополя принят, в общем-то, правильный курс на вспоможение и субсидирование фермерам. Работа эта ведется постоянно. Но, оказывая помощь крестьянам, нельзя создавать им новых проблем. Тем более, что они наращивают объемы производства. Фермерсам в хозяйстве Ильи Ульянова мы побывали дважды. В начале и в конце лета. Изменения, за исключением дороги, налицо. Илья Михайлович по специальности их теолог и, естественно, изучает и знает всю современную технологию рыбного производства. Но предшествовал этому многолетний кропотливый труд большой и дружной семьи. Мы переехали сюда из Риги. Я работал перед этим рыболовецком колхозе, там 16 лет, до Латвии. Здесь организовали свое крестьянское фермерское хозяйство. Все, что вы здесь видите, это многолетний труд практически всей жизни трех поколений. То есть, либо средствами участвовали, либо по сильным трудам. Переход под юрисдикцию Российской Федерации внес новый импульс в развитие хозяйства. В 2015-м мы перешли полностью уже, как юрлицо, в правовое поле Российской Федерации. Подали заявку на грантовую поддержку, получили ее, освоили полностью, отчитались. Именно по направлению животноводства, рыбоводства. И, собственно говоря, с того момента вот это поступательное движение, как бы вдохнулось в новую жизнь. И все, что видите сейчас, вот в том виде заработало, это как раз в условиях Российской Федерации. Рыбопроизводство фермерского хозяйства поражает не только технологической оснащенности, но и результатами. За весну мы вот сейчас, вот до лета, вышли где-то на объем порядка там под 3 тонны. Но планируем, если сумеем именно реализацию все это осуществить, это еще раз говорю, очень важное сопоставляющее. Это должны быть места оборудованные, и там все торговые точки и так далее, и так далее. Это доставка туда, вот, то, ну, это может быть в 10 раз минимум, а то и в 20 увеличено. Это вовсе не прожекты. Это опыт взаимодействия фермера и департамента сельского хозяйства. Вопрос не только в производстве, но и дальнейшей его реализации. То есть это в комплексе решается вопрос. То есть важно не только произвести эту продукцию, но и чтобы она дошла до конечного потребителя. В этом плане, конечно, нам помогает департамент сельского хозяйства. В каком объеме нам предоставлены торговые места на ярмарках выходного дня. Это вот в этом заключается помощь. И мы вышли на центральные рынки, ну, сейчас на два, это Балаклавский и рынок Кольцо. Впрочем, в планах фермера Ульянова не только рыба, ее и реализация. Илья Михайлович уже сегодня готов развивать и аграрный туризм. В ближайшем будущем здесь хотят провести и первое состязание по спортивной рыбной ловле, сначала в детском сегменте, а там будущее покажет. Правда, все эти планы могут быть перечеркнуты. В июле нежданно-негаданно фермер получил от департамента земельных и имущественных отношений оферту договора аренды земельного участка, плата, по которому грозит разрушить в премум и в переносном смысле многолетние труды ни одного поколения. А сейчас ситуация поменялась таким образом, что постоянного пользования в природе не существует в Российской Федерации, в правовом поле. И фактически эта земля, она никаким образом не подтверждается, ну, наша собственность. Я приходил здесь и в прокуратуру, встречался, соответственно, с людьми, которые курируют там бизнес и прочее. Задавал эти вопросы, вот, написали письмо в ДИЗОС, причем я написал письмо с правом, чтобы предоставление мне в частную собственность или на постоянное, хотя бы постоянное, сейчас скажу, безвозмездное пользование там с какой-то ограничительный срок. Но мне сразу дали договор аренды, который мы должны были подписать. Оценили эту землю там в 50 миллионов и дали арендную плату, назначили почти 1 миллион 180 тысяч. Такая арендная плата за землю, а по существу за неудобие, не отвечает ни здравому смыслу, ни экономике самого фермерского хозяйства. И это вопрос прежде всего правовой. Дело в том, что федеральный закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает передачу земельного участка фермерскому хозяйству либо в собственность, либо в аренду. Естественно, на возмездной основе. Правда, Государственная дума предусмотрела и безвозмездную передачу, но по закону субъекта федерации. Земельные участки земель сельскохозяйственного назначения приобретаются в собственность по цене, установленной законом субъекта Российской Федерации в размере не более 15% кадастровой стоимости сельскохозяйственных уходий. Законами субъектов Российской Федерации устанавливаются случаи бесплатного предоставления земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения. Пункт 7, статья 10 Федерального закона 101 ФЗ об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Для фермеров предусмотрено два вида режима для оборота земель. То есть это или на правах аренды может надежать земля, или на праве собственности. В соответствии с законом о сельхозобороте земель, статья 10, пункт 7, предусмотрено, что законами субъектов Российской Федерации предоставлено право бесплатно выделять такие земельные участки. К сожалению, в Севастополе такого закона нет. Одним словом, мяч на стороне Законодательного собрания Севастополя. Ну а когда депутаты уподобятся решить этот земельный вопрос, одному Всевышнему известно. Будем надеяться, что скоро, но хотя бы потому, что нам не гоже отставать от Крыма. Там этот закон был принят 6 лет назад. Вот и вся на сегодняшний день информация. Это был 200-й выпуск программы «Имеем право». Думаю, что порядковый номер не будет у вас ассоциироваться с современным состоянием и будущим фермерского движения в Севастополе. Во всяком случае, для дальнейшего развития этого сектора экономики у нас есть все основания и средства. Всем самого доброго. Берите себя и свои семьи. Честь имеем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова